Когда мы говорим о спектральных цветах, вспоминаются только физики с их спектрами и всевозможные лирики с их живописными радугами и гармоническими сочетаниями на цветовом круге. Но на практике с цветом работали в первую очередь художники. Это они получали на палитре всевозможные оттенки из множества красок. Позже, с появлением промышленной печати, с цветом стали работать в полиграфии. В этом уроке мы узнаем, чем отличается подход Ньютона к получению цвета от подхода художников и их всех от того, как получается цвет в полиграфии. Первое, что очевидно, но сходу не все могут сказать, цвет у Ньютона получался из лучей, а у художников из красок. Это принципиально разные способы формирования цвета. В первом случае речь идет об излучении, во втором об отражении. Точнее даже так, в первом о сложении яркости излучения, во втором о вычитании яркости отражения. Это называется аддитивным от слова сложение и субтрактивным от слова вычитания синтезом цвета. Работать с бесконечным количеством оттенков неудобно. Чтобы синтезировать цвет, удобнее иметь ограниченное, даже правильнее сказать, минимальное число основных цветов, которые дали бы все это множество оттенков. Это относится и к аддитивному и субтрактивному синтезу. То есть нужно иметь несколько лучей определенного спектрального цвета, которые легко синтезировать. И несколько пигментов, то есть красок, которые давали бы смешением максимальное количество оттенков, включая хроматические, то есть находящиеся на шкале серого. Первое. Что такое холст зеленого цвета? Это значит, что из всех лучей спектра, падающих на такой холст, отражаются лучи, соответствующие зеленому цвету. Остальные поглощаются. Как получить черный цвет? Физик и фотограф скажут, что просто не пропускать цвет. А художник приготовится наносить толстый слой разных красок. А как получить белый? Физик осветит экран всеми доступными лучами, а художник оставит лист нетронутым. Везде, где речь идет о лучах, отсчет начинается от черного, то есть от неосвещенной поверхности, и заканчивается белым, составленным из так называемых основных цветов. Там, где речь идет о пигменте, отсчет идет от белого листа и заканчивается черным, когда накладываются красители основных цветов. А теперь спросите любого, кто знаком с цветовым кругом и таким понятием, как основные цвета. Сколько красок нужно, чтобы получить любой оттенок? И вам скажут, что достаточно трех. Красный, желтый и синий. Остальные краски это, чтобы было удобнее. А вообще их можно получить смешением вот этих трех. Теперь спросим фотографа, сколько ему нужно цветов, чтобы получить цветную фотографию. И он скажет три. Красный, зеленый и синий. Зайдите в типографию или хотя бы загляните в цветной принтер. Там четыре цвета. И опять какие-то другие. Голубой, пурпурный, желтый и еще и черный. Бывает и больше, но это для более точной проработки оттенков. Все это основные цвета, то есть цвета, из которых можно получить остальные цвета с совмещением в разных пропорциях вот этих. Но почему их столько разных вариантов? Что мешает взять какой-то один набор и везде им пользоваться? И главное, ну ладно фотографы с физиками. Ведь вот художники с печатниками, они же точно в одних условиях, они же красками по бумаге работают. Почему у них все так отличается? Как вы думаете?